всем доброго дня меня зовут сергей сегодня мы будем делать шурпу кстати это моей жене последний раз когда я готовил очень сильно понравилось что такое шурпа но это сочетание шурпы казахского короче этот супа такого густого наваристого бульона и сочетание как говорится немецкой смекалки это вот чисто русские немцы скорее всего такое сделали потому что в нашей деревне именно и шурпу варили и сюрпу готовили для сюрпы компонентов короче тут немного почти как шурпа готовится разве что овощей побольше и получше кидается то есть насколько получится пример вот сельдерей паре морковка идет приправа такие как обычно лавровый лист тмин душистый горошек если есть конечно можжевельник тимьянчик то есть вот такой вот кидается ну пожалуй что у нас вот идет лук я тут два разного вида лука взял один видите белый другой здоровый этот овощной это сладкий лук этот вопрос под вопросом стоит пришел крепкий нужно кидай да конечно кидай но позже потом уберешь чесночок 3 куриные ляшки в этом взял можно целую курицу взять весом это примерно килограмм выходит примерно килограмм ляшек то есть сочетание должно быть такое лук и примерно половина ухода должно сочетаться то есть тут пол килограмма все вместе это дает где-то пол килограмма и остальных овощей ну где-то вот примерно один к одному должно примерно так получиться если нету от этого остального сила да то побольше просто лука накидайте чтобы килограмм лука был и на килограмм мяса шло примерно так тоже можно делать еще на варести выйдет вот тогда приступаем а да тут не задор самое главное в конце кидается почему это не шурпа именно сурпа зовется потому что в конце кидается немножко этих как его вапша кидается ну там соль само разумеется приправа кстати тут особая техника ездать я на самый низ и кида 1 их лучше вот так уложу кстати она варится совсем малом количестве воды тоже важно это все мелочи потому что я все равно будут сидеть в другую кастрюлю а зачем сидеть легче будет соли соли тут хорошо посолить тоже надо так примерно должно хватить надо не забывать что остальная часть питается просто-напросто так литр воды где-то можно немножко повышенные на нет тут уже хватает не беспокойтесь через верх кипеть она у меня не будет так я вот тут уже поставил вода кстати заливается холодной ни в коем случае горячую не заливать я просто кружка накрывая там чуть-чуть когда найдет до кипит до кипятения короче вот-вот закипит сбавляя практически на малый огонь и оставляем где-то примерно на два два с половиной часа готова аромат тут прям по всей квартире бульон наваристый получился не то слово для начала аккуратно что нам тут мешает для процеживания убрать где-то 2 часа у нас ушло на готовку это у нас кстати в деревне да вот это вот что не ели просто-напросто свиньям накормшу мясо потом надо бы чтоб чуть-чуть хотя бы остыло перебрать надо будет потому что мясо практически либо добавляется прямиком сюрпу либо сервируется отдельно у меня жена не любит когда мясо там много повода она предпочитает отдельно все это что ж поступаем подвигаемся вот здесь присмотреться немножко матомата получилось ничего страшно это обычно из жира когда переливаешь так сбавляем немножко и минут 10 где-то примерно вариться надо так немного мяса сюда на дно положили как я говорю это хотите ложить и сразу хотите нет дело специально для жены получше я практически жидко ела на это такое вот так выглядит наша судьба в разных регионах немножко по-разному готовят ну как все чего тут можно еще тут использует кассе приправы ну разное можно вот я примеру пару перьев лука взял как мне жена их любит так закусывает я для нее приготовил именно так цельные куски красиво она не только кстати красиво выглядит да но она очень в сытный очень вкусно то есть если вы поели до его то это сытно надолго остаешься то есть очень классная штука это был наш канал не но он сергей желаем всего хорошего и до скорых встреч